Полностью поменяли все подземные сети, поменяли коллектор 19 века и поменяли все тротуары, переделали. Наконец-то улица построена с приоритетом на пешеходов и на людей с инвалидностью. Везде сделаны пандусы, все межквартальные выезды приподняты, то есть они удобнее для пешеходов, а не для машин. И появилась первая в Одессе остановка венского типа, это когда проезжая часть поднимается чуть-чуть. И таким образом люди заходят в трамвай горизонтально, им не нужно подниматься на ступеньку лишнюю. И опять же впервые в Одессе на проезжей части посередине трамвайные пути физически отделены от автомобильного движения с целью, чтобы трамвай ехал всегда отдельно и без пробок. Это последний участок, который нужно было отремонтировать, чтобы можно было наконец-то хоть в каком-то виде запустить маршрут север-юг. Теперь вопрос организационный, хватит ли у нас трамвайных вагонов и можно ли это сделать сейчас в время войны. Или может быть стоит его запустить, например, только до Старосенной площади с поселка Котовского. Но точно нужно, чтобы люди на поселке Котовского, которые живут, чтобы они могли доезжать в центр города без пересадок на трамвае и быстро. И уже сейчас это технически можно сделать. Мы должны были в этом году получить 12 30-метровых трамваев по кредиту ЕБРР. Я сильно сомневаюсь, что мы их получим, пока не закончится война. Этот ремонт, надо понимать, что компания делает его в долг, потому что получить за него деньги она не сможет до окончания военного положения в стране. И запрещено финансировать капитальные ремонты. И поэтому это единственный, но это очень важный объект, потому что из-за него стоят трамваи 5, 28, 17, 18, там 10 трамвай, ходят только до Старосенной площади, не в центр. То есть страдает минимум 5 маршрутов. И поэтому мэрия очень попросила подрядчиков долго это сделать. И я им тоже за это благодарен. Продолжение следует...